Приветствую вас, церковь. Я, на самом деле, обращаю все это здесь. Мы с Андреем знакомы недолго, может быть, года 4, может быть, 5. Познакомились мы с ним случайно в библейском колледже, учились вместе. Знаете, когда между людьми возникают правильные взаимоотношения, они продолжаются на протяжении многого времени, они продолжаются, несмотря ни на что. И я благодарен, что сегодня я имею такую возможность, когда Андрей пригласил послужить в Лицеоне, я оказался здесь, мы ехали-ехали, наконец-то ехали. Мы приехали из знойного города Решен-Лицеона, знаете, такой есть на этом. Меня сейчас зовут Абриэль, я пастор церкви Дом Света в Решен-Лицеоне, и я здесь находился с моей замечательной супругой. Детей мы оставили в Хайзе на молодежной конференции и приехали сюда для того, чтобы послужить Словом. Кто собирается остаться до конца служения, я здесь поднимите руку, пожалуйста. И все. Окей. Значит, те, кто останутся, напомните мне вам рассказать интересный секрет. Поделюсь секретами. Только в конце, ладно, когда я скажу, что уже все во имя Иисуса Амми. Тогда напомните, хорошо? Мало того, что я заинтриговал, чтобы никто не уйдет. Вдруг конец служения просто. Но это на самом деле хорошо. Знаете, когда проповедуют, люди засыпают. Я помню, что упадал, заслужил человек, а потом воскресл измерт, по слову Божию. Так что здесь падать недалеко, поэтому... Я хочу, чтобы у нас сегодня девизом нашего служения было место из послания Якова. Первая глава, с 13 стиха. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог мне искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью. Похоть же зачат рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный не сходит от Отца Света, у которого нет изменений и темы перемен. К чему я это все рассказал? Это будет такой девиз. К этому месту еще вернемся, потому что это такое вместо вовлечающее для многих, для меня в том числе, и я объясню почему. Я редко рассказываю историю того, как я покаялся. Никто-то знал, что это покаяние здесь присутствующие? Нет? Слава Богу. Что никто не знал? Сейчас узнаете. Вы, наверное, знаете таких людей, которые находятся в зависимости разные, да? Кто-то от наркотиков, кто-то от алкоголя, кто-то от игр в компьютеры, кто-то от работы, в алкоголике есть, которые в зависимости. И те люди, которые зависимы от траты денег, если я прочитал вот это слово, называется «зависимость от траты денег», вот я такой был, хороший, страшное слово там такое, произнести невозговорно, язык можно сломать. Не-не-не, это по-русски нормальный язык. Все по-русски. И есть много разных еще других зависимостей, вы, наверное, таких людей знаете и видели в своей жизни, да? Так вот, я так и не был. Я не был алкоголистом, я не был наркотик, я никогда не был азартным игроком. Я, да, любил тратить деньги, но не прям так вот, что, знаете, пошел там и проглутил все подряд там в казино. Когда были деньги, да, я их тратил, когда я был, ничего страшного. Потрашу в следующий раз. И когда я пришел к Богу, многие очень люди, это было 6 февраля 2014 года, это не дал бы совсем было, и многие люди, знаете, пришли и сказали, что-то скучно было что-ли в жизни. Ну, это же все хорошо было, тебе, говорят, уже 10 лет не горишь, 15 лет не пьешь водку, не материшься, я говорю. У тебя какие-то принципы в жизни, у тебя хорошо все в бизнесе, или что-то скучно было, что ты в церковь-то пошел, что ты покаялся, ну, а не думали, что я покаялся. Вы знаете, я думаю, что же он ответил-то. Ответил он такую фразу, а зачем ждать, когда станет плохо? Лучше прийти, когда все хорошо. И все говорят аминь, я только сказал аминь, но на самом деле это была внешняя сторона. И внутренняя сторона всего этого была совсем другой. Внутренняя сторона того, как мы его покояли, была в том, что я родился в другополучной семье, слава Господу, у всех по два-три высших образования, профессора, доценты, всякие врачи, инженеры. Но я своего отца никогда не знал, я не знал, кто это. Знаете, что такое жить без отца всю жизнь? Кто-нибудь знает такое, что такое жить без отца? Слава Богу, что вы не знаете, что это такое. Потому что, вы знаете, когда сидишь в компании друзей, они говорят, вот у меня папа такой, у меня папа такой, у меня папа такой, я думаю, я сейчас вам всем тут понадоблю сейчас. Потому что я не знаю, что про папу рассказать, у меня папы нет. И я с этим жил, долго он привык, потом мне рассказал, что, а я своего папу не знаю, он когда-то уехал, а я больше его не видел. Так оно и было, я просто не знал, что право. Он здесь в Израиле живет. Я его не знал, не видел с тех пор ни разу. И что такое отцовское любовь, я не знал. Я знал, что там материнское любовь, меня мама, слава Богу, любит поселение нашей мады, и Бог ей здоровья. Она активно готова была сделать для меня все. Она работала с утра до ночи для того, чтобы дать мне образование. Но без пяти минут врач я оставляю учебу и иду поклоняться другому Богу, который называется Мамоне. Потому что я решил, что лучше зарабатывать буду деньги, чем работать врачом. Таких ситуаций было очень много в своей жизни, в моей жизни, когда на самом деле, придя к сорокалетнему возрасту, я понял, что моя жизнь на самом деле полностью разрушена. Полностью. У меня никогда не было отца, я не знаю, что это такое. У меня никогда не было нормальной семьи, 17 лет назад. Моя жена уехала отсюда в другую страну и больше не возвращалась. Я не видел своих детей уже 17 лет. Провень как поскакал. Мы с ним в хороших отношениях, если это можно назвать отношениями, но им уже больше 25. И, знаете, тяжело настраивать отношения в таких ситуациях. Мой сын старший, кто первого брака, называет меня папой, но у нас нет, знаете, этой близости, которую должен испытать любой отец со своим сыном и любой сын со своим отцом. У меня вроде бы хороший бизнес, который приносил мне много денег, но периодически, знаете, этот бизнес называется «Год в корреке, два пешком». Слышали про такое хранение? Когда ты все время учишься, чем не учишься. Зарабатываешь, зарабатываешь. Ага. А как мой дед покойный говорил, счет верил, денег нет. Вот такой у меня был бизнес. Это только поклонение Богу маму не было. Я занимался колдовством, я не колдовал, конечно, там, обрядов не делал, но занимался колдовством. Что это колдовством? Я изучал всякие эзотерические науки. Потому что я там искал Бога. Я никогда не занимался в том, что Бог есть. Это я потом прочитал в том же послании, что оказывается, если я верю, единого Бога хорошо делал, потому что и бесы тоже веруют и трепещут. И я с ними трепетал. Но только не так. Я знал, что есть Иисус. Был. Что Он был пророком, что Он жил здесь. Я же это знал. Я приехал сюда в Баскарад, чтобы найти, почему евреи не говорят про Иисуса. Мне было очень интересно. Потому что первая книга, которую я прочитал, была Тора. Меня это очень касалось. Но я не понимал, что у нее есть продолжение. А самое главное, что у нее есть завершение. И что это за завершение, я не знал. Мне много назад попалось там. Евангелие от Иоанна. Я его прочитал, и сказал, ох, вот оно. Все, сидим в синагоге, а никто про Иисуса не разговаривает. Думаю, что ж такое. Они, наверное, здесь не знают ничего. Надо в Израиль поехать. Потому что в Америку поехать жить. Но все, планы меняются. Несите вещи обратно. Никто никого не живет. Но едем в Израиль. В Израиль, и здесь опять виноват про Иисуса. Я сидел год, ждал, что они начнут. Они не начали. Я спросил, а почему? Меня еще где-то взглядали камнями. Я понял, что они сами тут ничего не знают. И когда я понял, что они сами ничего не знают, я сказал, я буду искать Бога самостоятельно. Я начал заниматься индийскими практиками, китайскими практиками, такими практиками, сикимерки и прочее. Этих бесов знаю всех в лицо. И вот такая жизнь у меня получилась. Шесть лет назад я пришел к тому, что у меня в жизни вроде бы внешне успешный человек. Вот регалий там был у меня. Я первый, что сделал в день покоения. Я покорялся и родился свыше в один и тот же день. В 16 лет 2017 года это не было истинное покаяние до его рождения свыше. Потому что я верю, что человек, кто говорит, что ждем не свыше, может истинно покаяться. И поэтому мы молимся всегда за рождение свыше, потому что без рождения свыше человек реально покаяться не может. Очень много христиан, тех же католиков, православных, которые рождены свыше и они действительно в покаянии живут. И те, кто не рождены свыше, они пока еще не живут в покаянии. Но Господь тут тоже господь. Так вот, первое, что я сделал, когда вернулся после того, как принял Иисуса, и я снял все иконостасы дипломов и достижения системы. Потому что я понял, что там висит иконостас Богу, который называется «Гордыня». Потому что я всю жизнь гордился этим. У меня тут иконостас там, знаете, регалии, заслуженный тополь, многоуважаемый сикой, там только не было написано ваше произвещенство и высокого дороги. Остальное все было написано. Но пусть кому-то надо, кроме меня. Денег это не приносит, счастье это не приносит. Ну, только похвалиться прошлыми достижениями. Я же учу этому со сцены. Я говорю, на достижениях прошлой Олимпиады многое ты не выиграешь. Надо же что-то делать все время. И вот я начал читать Библию. И читая Библию, я начал обнаруживать там очень интересные вещи. До этого я уже читал Тора, но кроме Тора я уже ничего не читал. Я начал обнаруживать там очень интересные вещи. Первое, что я открыл, вы не поверите. Бог поругаем не бывает. И никогда Бог никого не искушает. Все сами искушают о собственной кухне. Мне это так облечило. Я пошел с Богом уже разбираться. Я же пошел с Ним, ну реально. Мне сказали, это твой отец. Ага, вот он нашелся. Сейчас, я ему все скажу. Я реально, вы не поверите. Я три месяца стоя на коленях, со слезами на глазах, на крыше дома. Взывал в Бог, вслух разговаривал. Разговаривал, ты мягко сказал. Я требовал от него ответа. Почему в моей жизни все разрушено? Все абсолютно. У меня проблемы со здоровьем. Кто меня... А, никто меня не знает. Ну вот о времени я знаю. Я был раньше два раза шире, чем я сейчас. В двести килограмм. Это нездоровый человек. Вы же понимаете. Я начал от него требовать слов. Почему? Почему? Когда все это закончится? И вы знаете, он со мной три месяца разговаривал вслух. Я думаю, может я с вас слышу? Я слышал голос, который со мной разговаривает. Любящий голос, спокойный. Иногда говорит так, ну-ка, тихо. Это сейчас расскажу. Расскажу. Я стою, плачу, я молюсь. Я не понимаю, что со мной происходит. И только после того, как я прочитал вот это место, еще раз, и еще раз, и еще раз. Вы понимаете, что же искушается сам в своей эпохоте. На самом деле, чего мне хотелось? Мне хотелось, чтобы мне было хорошо. Вы же все хотят, чтобы было хорошо. Правильно? Это же нормальное желание. Вопрос, каким путем я это делал? Когда я начал углубленно увлекать в Евангелие, я понял, что Писание говорит, без меня Иисус будет. Без меня не можете делать ничего. И я понял, когда посмотрел на свою жизнь назад, на 20 лет занятия оккультизмом, все это без духовной нюх, только с той стороны. Я понял, что я сам своими действиями, без Иисуса Христа, создал себе Иисус, что Он мне очистил. Никто в этом не виноват. Ни Бог. Потому что Он поругаем не бывает. Он никогда никого не искушает злом. Ни дядя Вася со средней улицы. Ни мой папа, которого я даже не знаю. Они в этом не виноваты. Все, что в моей жизни произошло, продолжил бы, что Я это все допустил. Я так или иначе сделал в своей жизни многие ошибки. И вы представляете себе, есть у каждой ошибки своя цена. И эту цену я начал оплатить. Так получилось, что я начал оплатить. Знаешь, почему я начал оплатить? Потому что мы все обновленные, все возрожденные христиане. Мы верим в Иисуса Христа, в Его ступительную жертву. Мы только что принимали участие. Мы творили это воспоминание об Иисусе Христе, как Он и победил, провозглашая Его смерть. Потому что только в ней есть прощение наших грехов. Боже ни в чем. Нету ни в кресте, нету ни в апостолах, нету ни в Библии прощения грехов. Прощение грехов из только крови, в крови Иисуса Христа. Так вот, когда я пришел к моменту, что я осознаю все свои ошибки, я начал их исправлять. И опять же, по привычке, сам. Сам. И вы знаете, что произошло? Я начал все чаще и чаще сталкиваться с критчей о блудном сыне. В какой момент у блудного сына все могло бы быть иначе? В момент, когда он ушел от отца? В момент, когда у него было все хорошо? В момент, когда у него закончились деньги? В момент, когда его взяли работать в сценарий? В момент, когда ему не дали покушать даже рожков, которые несили и корны? В какой момент у него все могло бы пойти хорошо? Это уже было поздно. Это был я. Я когда понял, что все, уже других вариантов нет, я пошел к отцу. А когда у блудного сына все могло бы быть хорошо еще? Можно было всего этого избежать? Я не требовала свое участие. На самом деле, сколько здесь будет людей, сколько будет правильных людей. И почему? Потому что каждый смотрит со своей точки зрения. И это правильно. Потому что каждый из нас пришел к Богу на каком-то определенном этапе своей жизни. Но я считаю, это мое мнение. Оно не единственно верное, и оно может отличаться от вашего. И, возможно, ваше мнение верное, я не знаю. Но, по мне, у блудного сына все могло бы быть хорошо в тот момент, когда у него закончились деньги, и он понял, что без папинного капитала ему больше, особенно вне его дома, делать нечем. Такое мое мнение. Потому что, если в этот момент он вернулся, обратите внимание, что отец его не стыдил, он его не ругал. Он бросился к нему на шею, целовал, халат, тапушки, там, кольца, преск, декаса. Вы думаете, он бы сделал то же самое тремя, четырьмя, пятью месяцами раньше? Сделал. Потому что, как работает отцовское сердце? Но я этого не знал. Я не знал, что такое отцовское сердце. Потому что у меня никогда и не было. Не было отца. Я хотел быть отцом, но у меня не получилось. Потому что дьявол сделал так, что у меня просто детей не стало. Он их забрал. Они живы, слава Богу. Слава Богу, здорово. Они вообще не верующие. К сожалению, я сегодня, когда мы молились в эту тетрадочку, я тоже говорил, что там появилось и там тоже появилось. Правда, некоторые думают, что они верующие. Не знаю почему. Но знаете, когда мне сказали, слушайте, вы ведь эти верующие, да? Меня, знаете, как молнии прошибло. Я вдруг вспомнил слова из Писания, что Бог говорит, Я буду образовывать ваши детей. Я буду их воспитывать. То есть где-то Бог поработал с ними. Что они, живя в общении в Боге, абсолютно в атеистичной семье, показались кому-то верующим. Верующим людям показались верующим. Слава Богу. И вы знаете, когда все это проходило в моей жизни, я не понимал, куда я иду, зачем мне вообще все это нужно. Я очень много раз сталкиваюсь, знаете, я, скажем так, чтобы покороче, чтобы полно не объяснять. Короче, мне неоднократно в разных местах разные люди, включая пророков, включая не пророков, включая те, кто меня знает, включая не знание, сказали, что твой данный – это дар учителя. Только не учителя, который будет учить знания, а учителя, который будет копаться в слове, копаться в писании. Я постоянно копаюсь в писании, выискиваю для себя объяснение, почему правильно было, что я этого не сделал. Например, мне было совершенно четко понятно, что человек, которому мысли боятся, он неверен во всех путях. То есть сомневаться в том, что я начал делать нельзя. Второе, человек, который взялся за плуг и окрадывался назад, вообще неблагонадежен для царства Божьего. А мне как-то не хочется оставаться вне царства Божьего. Ну, не хочется. Наверное, так и вам всем. И я когда начал вникать в эти места писания, я понял, что если я сейчас начну сомневаться в Боге, то в этот момент в моей жизни наступит еще более тяжелый вперед, потому что меня признают неблагонадежным. Кто здесь из Советского Союза? Есть ли кто из Советского Союза? Какого паспора гражданина Советского Союза? У меня тогда у вас? Если в Советском Союзе признавали неблагонадежным, то все. Помните? Было такое. Неблагонадежным. Если царство Божье признают неблагонадежным, то все. Это плохо. Хорошая новость. В любой момент можно покаяться. Как сейчас было сказано в одной из моментов, что Бог не судится больше с нами. Он позволяет нам покаяться во своих веках и прийти обратно к Богу. Так вот, когда я начал исследовать свою жизнь, я понял, что я должен перестать достигать всего своими силами. Это вторая мысль, которую я хочу, чтобы вы сегодня услышали. Когда первый раз я понял, что все, что в жизни произошло, это без за меня. И я не должен достигать своими силами. Знаете, в чем интересная вещь заключается? Вот у нас есть мирское обучение и христианское обучение. Я, например, занимаюсь христианским лайф-коучингом. До этого у меня был просто лайф-коучинг. Знаете, что такое лайф-коучинг? Я вам объясню. Это буквально очень просто на самом деле. Коуч – это человек, который садится перед вами и достает вас вопросами так, что вы начинаете все, что заложено в вашу голову по образу и подобию Божьему, доставать оттуда и решать вопросы. Раньше я занимался мирской практикой, а потом начал заниматься этим христианским. Потому что я помню, что на самом деле, если мы созданы по образу и подобию Божьему, то у нас все ответы уже здесь есть. Вы-ка знаете, как работает компьютер? У него есть база данных, к которой нужно обратиться. Наша база данных – это Господь Бог, это Иисус Христос, который написано, что Он чудный советник. Это же уже написано. Это же не я придумал. И я понял, что если я буду продолжать с чудным советником считать себя, то у меня начнутся проблемы еще больше. Почему? Потому что раньше, когда я был мирским учителем, я говорил, я цитировал фразу Аберта Эйнштейна – проблема не может быть решена на том же уровне мышления, на котором она была создана. Повторите Проблема не может быть решена На том же уровне мышления На котором она была создана Если я на одном уровне Своего мышления создал все эти проблемы И у меня нет никакого Представления как их решать Если я начну пытаться их решать Я уйду только в более глубокие проблемы И когда я начал опять искать Эти самые ответы в Библии Я нашел очень простой ответ Броский, четкий, понятный И быстрый. История Давида Иверсалиев Он натворил делов Своими мыслями? Или кто-то подсказал Конечно, своими С Богом он это сделал Без Бога Как он пытался решить эту проблему? Сам. Куда попал В еще большую проблему Теперь он стал не просто проливание А еще и человека-убийц И поплатился за это Смертью своего ребенка Я когда эти вещи читал Я понимал, что мне нужен Помощник Теперь Что делать человеку, который всегда Пытался добиться всего Своим собственным умом И своими собственными силами Потому что уму некуда было пройти Если другие дети говорили Я так и расскажу А я кому расскажу? Маме? Нет, моя мама может Если кто ее знает Она может Она начальником всю жизнь Офицером может Вот тридцатью мужчину Начальником было Тридцать лет Она может Построить всех Может, дисциплинировать всех До сих пор пытается Дай ей Бог здоровья Но Это было не по понятиям Я всегда все удался сделать самостоятельно Я пошел заниматься спортом самостоятельно Для чего? Чтобы показать, какой я крутой Я пошел заниматься тем, другим Я понял, что все свои достижения Которые я делал в жизни Собственными силами Они были исключительно Из-за собственной отверженности Я был отвержен Самим собой Я понимал, что я ничего не стою Мне нужно все убиваться силами Какими-то там знаниями Регалиями, дипломами И всем остальным Для меня был позор Когда я закончил школу Мне с золотой медаль А с почетной грамотой Позор Мне так что Все говорили Вау, это классно У тебя почетная грамота Я говорю, это позор Я должен был закончить медаль Я получил красный диплом И сказал, нет Вы что, ребята Красный диплом Это не то Красный диплом Вы какой-нибудь там еще Это вот тот Понимаете? Всегда пытался кому-то что-то доказать И вы знаете Когда я покаялся Я понял еще одну вещь Третью мысль Которую я хочу до вас донести То есть первая Что я должен Перестать делать проблемы Которые я сам себе сделал Вторая мысль Это то, что Я не могу сам решить эти проблемы И третья мысль Которую я хочу до вас донести Это Самое Самое простое Объяснение слова Свобода Вот написано Знаешь, что Кого сын освободит Вот истинно освободен Слово Свобода В моем понимании Она такая Это отсутствие Всякой необходимости Кому-то Что-то Доказывать Вот Это свобода Потому что я в этот момент Расслабляюсь Я могу перестать Заботиться Что обо мне скажут Другие Абсолютно не важно Мне главное Что обо мне скажет Бог Я думаю Ну это уже должно быть Подтверждение И нахожу В этом Восстании Избавла написано Мне все равно Что вы обо мне Будете И главное Что обо мне думает Бог Ну слава Богу Если Павел Так думает То мне точно может Я начинаю понимать Что в моей жизни Должно начинать Что-то настраиваться И первое К чему я прихожу Это к тому Что моя жизнь Я напоминаю Полностью Разрушена И мне надо Начинать Не со строительства Новой жизни Что делают Когда В уиме Сначала Расчищают Совершенно верно Мне нужно было Сначала Расчистить Все это И здесь Начался Один из самых Сложных Этапов В моей жизни Это было Протовпался Только трех месяцев А то и может Чуть больше С момента того Как я принял Иисуса Господом И Спасителем И на самом деле Покаялся И освободился Слава Богу Я начал Разрушать Расчищать Все это До основания Просто Чтобы оставить Пустое место В своей жизни И дать Могу там действовать Как вы думаете Это было легко? Нет А как вы думаете Почему это было не легко? Своё я Гордыня Все начинается С гордыни Когда я думаю Что я могу Я сделаю Я пойду Тяжело Тяжело И я начал Обращаться К Библии Для того Чтобы понять Откуда Мне можно Черпать Источник Понимания Как мне правильно Все расчистить Подготовить Площадь Для того Чтобы Бог Пришел И там построил История 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 Его То есть Человек может Класть камни Мазать раствор Ставить Уболки Там Вирс Еще чего-то Но если Бог Не принимает Участие В этом Напрасно Напрасно Сколько Давид Мечтал Построить Храм Но Бога Не было В этом Строительстве Давиду Было непонятно Как это Я Великий Царь Я хочу Да ты ему Нисколько Помог Прочитать Все семьи Скил Обсалмов Вообще Понятно Что он Хотел Построить Ему Но Бог Ему Не дал Это Сделать Потому что Он говорит Мне Это Сейчас Не Мы Очень Раз пытаемся Что Новое Построить На руинах Старого Разрушенной Прежней Жизни Оно Как-то Постоянно Встречает Препятствия Потому что Писание Опять же Говорит Мы Все Должны Скать Противление Библии Бог Кому Противится Гордо То есть Если Я Постоянно Встречаю Противление То Это От Гордыни Знаете Многие Христиане Любые Сложности Привят Мне Приписывать Дьявол Ему Столько Регария Дьявола Выдали И Столько Полномочий По раздаванию Ну и Церковь Что Реально Тяжело Сомниться В том Что Он Подумал Что Он Бог Там На Небесах Если Он Так Все Можно На самом деле Если Мы Открываем Писание То Писание Говорит Нам Что Бог Он Бог Всякой Плоти Во-первых Во-вторых Он Оживляет И Он Что Умершляет И Он Снизводит То есть Это И Бог Может Сделать Но Почему Он С Кем Он Это С Давидом Разве Давида За все Его Прегрешения Бог Понизил Звание Или Может Убрал От него Духа Своего И Дал Вместо Злого Духа Который Раздражал Нет Кому Он Это Сделал Саул Почему Потому Что Саул Он Пытался Кому Что Доказать Он Даже Людмей Бог Сказал Мне Нет Не Пойдет Точно Заберу Своего Духа От тебя И Теперь На тебе Его Не Будет Нельзя Быть Гордом И Нужно Быть Смиренным Что Смирение Очень Много Разных Есть Историй Много Разных Притий Много Разных Пробовед На Тему Смирения Каждому Нужно Кто Знает Что Смирение Есть Так И Поднимите Пожалуйста Если Есть Кто Знает Точно Что Смирение Нет Есть Для себя Или Панацея Для всех Для себя Для себя Мы все Знаем Что Смирение Мы все Знаем Что Такое Наша Гордыня Но Я Сейчас Говорю О Панацеи Что Смирение Можно Сказать Отказаться От Смирения Круто Вот Сейчас Придел Я На Молной Покаявшись Для Того Чтобы Бог Тебе Благодар Тебе Нужно Быть Смирен Я Слышал Как Юрий Говорит Ты Должен Отказаться От Своего Я Как Что Делать Нужно Зависит Ситуация Не Превозносить Еще Раз Все Что Вы Сейчас Скажете Это Правда Для Нас Правда Она У каждого Своя Она Правда И нельзя Сказать Что Это Лож Или Вымосел Это Правда Потому Что Вы В этой Ситуации Были Вы Через Это Проходили Я Через Что Проходил И Это Моя Правда Но У нас Есть Одна Истина Которой Мы Должны Придерживаться И Эта Истина Говорит Нам Что Мы Должны Быть В ком В В Иисус Христе Если Мы В Иисус Христе Мы Должны Быть Еще И Как Иисус Христос Там Должны Быть Чувствование Божие Мы Должны Ум Христов А Иисус Говорит Я Кроток И Смирен Сердце А Что Такое Смирен Сердце Смирен Это Не Когда Меня Покорили Под Что Под Крепкую Руку Божию И так Далее Смирен Это У меня Мир На Сердце Когда Не Переживаем За Что Проходят Разные Ситуации В жизни И Людей Спрашивают Почему Ты Здесь Не Сдел Почему Ты Там Не Сдел Он Знаете Писание Говорит Придай Дела Твои Господу И Кто Он Совершен Он Написано И Вы Видите Пронавду Твою Как В полгии Вы Думаете Иисусу Было Легко Ити На Крест Нет Конечно Ему Настолько Было Тяжело Что Он Даже Будучи Божьим Сыном Тем Кто Творил Этот Мир Тем Кто Доброборно Страдал Потому Что Весь Грех Этого Мира Был На Нем Он Все Равно Просил Своего Отца Если Можно Да Не Нует Меня Чаша Свет Если Можно То Он Даже До Последнего Думал Что Может Быть Обойдется Но Он Был Внутри Готов У Него Был Мир На Сердце Мир На Сердце У Него Знаете По Какому Поводу Был Немир Пришел Утешать Его А Те Которые Говорили Да Мы С Тобой Знаете До Последних Спят Спят У Него С Эти Год Немир Он Даже Говорил Вы Что Не Можете Пободрствовать Со мной Этот Час А У Них Не То Что Мира Не Вообще Непонятно Что Происходит Только Что Они Сидели Нормально Как Нормальные Евреи Ели Пас Потом Нужно Было Пойти На Другой Выпти За Пределы Города Пойти В Евсиманский Сад Чтобы Помолиться Вот Оно И Надо Было Сейчас Они Уставшие Они Уставшие Иисус Не Уставший Был Он Никогда Не Уставал Они Пошли За Пределы Города Были Усалим От Стен Которые Рождают Сейчас Мечети Арахса До Евсиманского Сада Приличное Расстояние Пешком После Еды Нормально Да А Песа Знаете Как Евреи Едят А Вим Вообще Поднялся Куда Ушел Посреди Всего Этого Дела Они Пошли В Один Цитиром Потому Что До Этого Такого Не Проискнуло У них Вообще Непонятно Что Творилось В Жизни Но Бог Знал Точно Что Он Будет Делать И Он Не Просто Так Позвал С Собой Он Не Знал Что Они Все Сбегут Конечно Знал Он Даже Им Это Сказал Петух Он Сказал Трижды Отречешься От Ним Но При Этом Он Идет С Ними Туда Куда Он Сам Хочет Идти И Он Не Изменяет Себе Написано Иисус Вчера Сегодня И Всегда Один И Тоже Когда Он Посылал Семь Своих Учеников Он Говорил Идите То Делайте Это Не Делайте То Берите Это Не Берите Так Заходите Так Прохот Но Там Написаны Очень Важные Слова Он Отправил Туда Куда Прех Ты Сам Хотел Идти Он Никогда Не Посылал Помолитесь Идите Нет Написано Он Отправлял Туда Куда Сам Хочет Идти Поначалу Когда Читаешь Новый Завет Думаешь Куда Он С Новым Завет Начинаешь Понимать Что Бог Отвечает Евреям Следующими Словами Мои Пути Не Ваши Пути И Мои Мысли Не Ваши Мысли Ибо Только Я Знаю Намерение Вашего И Умерение Своя Вас Во благо Невозможно Чтобы Вы И Мерегу И Сво Надежда Теперь Смотрите Что Присходит С нами Мы Приходим к Богу И Говорим Господь Стань Моим Господом И Спасителем Я Принимаю Болговскую Жертву Твою На Кресте Омой Меня Кровью Своей Святой Нам Завтра В банк С женой Ну Ты Уж Там Не Подведи Кровь Иисуса Провозглашаем На Банк На Кредит Знаете Получается Что И Вроде Как Все Срастается Срастается Приходят Люди С Вместе Садятся Рассуждают И говорят Смотрите У вас Вот Такой Давайте Могу Делаем Более Удобный Кредит Есть Такой Отключаем Ну Бывают Такие Люди Которые Дают Кредит Израиль И Вы Говорите О Классный Кредит Давай Сейчас Еще Один Нож Подпишем И Уходите И Слава Господу Свершилось И Получается Как С теми Которые Были В Гиве Помните Мы Такой Послодок Гива Возле И Мусалим Честно Помню В Талуде Написано Что в последний день Когда Придет Мессия Он Будет Судить народ Придет У нас Тоже Так Написано Там Написано Что Только Двум Народам Не проститься И Никогда Не войдут В Царство Божье Кому Там Прамарек Там Написано Двум Непроститься Детям Змея Бне Нахаши И Бне Геруним Теми Кто Изгибы Напоминаю Историю Про Тех Кто Изгибы Они Пришли К Иисусу Навину И Сказали Ему Мы Бедные Несчастные Мы Вот Тут Живем Давайте Мир С вами Заключим Чтобы Нас Не Нападали Помните И Там Написано Что Мир Заключили Хлеб Преломили А Бога И Спросили Что Теперь В итоге Мы Имеем И Говорится Имеем То Что Имеем Когда Мы Идем Куда Мы Не Должны Здесь Такой Один Пастор Может Вы Не Слышали Зовут Его Сергей Сухов Он Туда Проповедовал Здесь Позыря И У нас Стала Замечательная Вечная Мы Как Садимся В машину За Рубь Приглашаем Иисуса Сесть Рядом С нами На Штурманское Место Говорим Ему Господь Мы Едем Туда Туда Ты Уж Нам Это Сделай Список Сделай Которое Нам Нужно С тобой Имени Иисуса Сейчас Провозглашаю Благодарю Подпиши Пожалуйста Оно Так не Работается Надо Подписать Внизу Этого Листа Дать Моя Подпись Напиши Иисуса Что Получается Мы Дожди Иисуса Посадить За Бог Это Он Должен Нас Вести Куда Мы Прежде Хотим И Вы Знаете Что Происходит У Большинство людей Свидетельства Которых Я Слышу Каждый День Может И У Вас Так Благодать Приходит Из Самых Неожиданных Мест О Которых Мы Вообще Не Подразумевали Мы Даже Мы Не И Мы Потому Потому Что Когда Мы Идем За Богом И Бог Ведет Нас Туда Он Сам Прежде Хотел Прийти Потому Что Только Он Знает Свои Наверения О Нас Во Блага Невозможно В Этот момент Мы Получаем Благодать Тогда У нас Есть мир на сердце Я Хочу Чтобы Открыли Псалмы С 90 Начинаем Все Читать Не Будем Некоторые моменты Очень важно Только Когда мы начнем с вами не с 90-го, а не в обратном порядке читать С 94-го Псалма Вы знаете, сегодня я слушал прославление здесь Первый раз Я знаю многих из ваших группы прославления Сегодня я слушал прославление и для меня было некоторое обличение Я не говорю, что в других церквях плохое прославление нет, ни в коем случае Для меня было обличение, что Я знаю, что здесь сейчас будут прославлять Бога Я знаю Но тот То орган не завелся То нужно что-то переключить на пульте То микрофон что-то там это самое То медиатор заглянил Я как-то среди первой песни начинаю себе думать Ты о чем сейчас вообще думаешь? Вот что ты здесь стоишь сейчас и думаешь о чем? Ты сюда пришел в Бога прославлять? Или за качеством прославления следить? И мне так стыдно стало, если честно Не за то, что я вот такой, знаете, такой плотской думаю А за то, что я на самом деле пришел в место, где я должен прославлять Бога А думаем о том, как выглядит человек Я тогда проанализировал это, я думаю, вот им, наверное, сейчас неудобно, да? Они тут готовились, репетировали, а тут вдруг раз что-то не работает, что-то это самое Было у вас такое? Вы вам одному документу? Слава Богу! Так вот, я хочу вам сказать, что это прославление, которое было здесь сегодня При всем при том, что здесь происходило, оно не подходит для этого знания Не подходит Потому что нужно знания раза в три больше Потому что, я знаю, я знаю, что вы молитесь Но я сначала, знаете, это было более-менее формально, у нас тоже маленькое помещение И мы тут с пастором Андреем, когда я пришел сюда, он мне сразу говорит У нас помещение маленькое Ну, я говорю, у нас тоже маленькое, будем молиться вместе за общение Но когда я услышал прославление здесь, знаете, оно может быть и не Хилсон Хотя песни Хилсонга здесь звучат Но Писание говорит, что когда мы славим Бога в простоте сердца Он приходит и восполняет нужду И вот сегодня было прославление в простоте сердца без понтов Это было прославление, когда люди вышли и в простоте сердца проставили И я не увидел никакого препятствия, чтобы это было знание в три раза больше Чтобы там сидело в десять раз больше И за это тоже нужно молиться Когда мы поклоняемся Богу, я долго искал, где же должно быть какое-то описание, как правильно поклоняться Богу Кто знает, как правильно было поклоняться Богу? Ну, это, да Это, наверное, что такое В духе и истине, аминь Ну как? Почему? Сердцем Сердцем А как? Ну как можем, так и поклоняемся Как можем, да Ну а как? Ну как можем? Вот человек пришел Сейчас есть человек, который только сегодня покаялся? Нет? Иисус стоит Вчера неделю назад Которому не понятно вообще, что здесь происходит Есть такие люди? Честно признаетесь Есть такие люди? Нет? Нету? Я сидел несколько первых служений и думал, что там происходит Надо встать Ну я встаю, ладно, что неудобно, что все стоят, я сижу, что это Я встаю, знаешь Мне тяжело было Двести к твоему раму Это я и еще раз я Тяжело на себе нас Тем более после еды И я вот всегда интересовался Меня здесь стеснался спросить, как правильно поклоняться, как правильно молиться Как правильно прославлять, как правильно Библию читать Я должен сказать, где в Библии написано, почему и как нужно пропоняться И, а? По статье Правильно По статье И где написано? Про простоту-то Надо же знать, откуда корни И вот в Библийском статике колледже Приехал дядя, который принес нам учение о теологии прославления Мне оно не понравилось, сразу вам скажу Потому что оно от бактистов Нет, там не было никого ереси, чтобы вы поняли Все было от Бога, но все от начала до конца от Бога был вновлен Но! Он начал нам рассказывать изначально, что нужно выходить в галстуке, в костюме, все такое И там народ уже такой сидит, такой, думаю, так Но надо повседать Что там, не герой потерпит Я не помню, где я видел в последний раз прославление в галстуке и в костюме В Израиле Может у них в Америке, да? У нас-то точно нет Но когда-то, что делал в теологии, знаете, он грамотно начал Потом я покаялся в свое предзадам его отношение Он сказал, говорит, теперь, когда вы поняли мое отношение к прославлению Давайте я вам расскажу, откуда корни этого прославления Его видели, но я его разделяю Может есть еще что-то, что вы видели? И у нас четвертый псалом Прочитаем, вон короче Придите, воспоем Господу воскресанием твердыни спасения нашего Предстанем лицу Его со словословием и в песнях воскреснем Ему Ибо Господь есть Бог, великий Царь, великий нас всеми богами В Его руки глубины земли, и вершины Его же Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его Это первая часть поклонения Но мы так же делаем, правильно? Мы с чем-нибудь занимаемся? Когда мы приходим? Мы это делаем Мы действительно признаем, что Бог, Он творец всего И меня в том числе Даже меня Он сотворил Написано в Писании, что когда еще ни одного дня моего не было У Него они все были сочтены Он видел, когда кости сплетались В утропе матери моей Когда Он это видел, не когда я Моя мама забеременела А Он это видел еще о создании мира Вот такого Бога мы прославляем Аминь Дальше вторая часть написана Придите, поклонимся Припадем, приклоним колени перед лицом Господа Творца нашего Ибо Он есть Бог наш И мы народ и паства Его И овцы руки Его О, если бы вы ныне послушали голоса Его На каком-то этапе нашего служения Каждого служения Есть призыв к покаянию Он может быть явным Он может быть скрытым Но в какой-то момент Слово Божие, которое несется Из уст прославителей Из уст проповедника Из уст свидетельствующего Заставляет нас Покаяться И сказать Вот если бы я сегодня Услышал Его голос Наверное, в моей жизни Не стало что-то по-другому И это вторая часть поклонения Ведь так оно происходит Третий часть поклонения Это призыв самого Бога К нам Устами псалмопевца Но мы же ведь слушаем С этой красной же Слово Божие И я надеюсь, что все Что-то получает сегодня Цитата Псалмопевец цитирует Бога Не ожесточайте сердце вашего Как в ныреве Как в день искушения В пустыне Где искушали меня Отцы ваши Истытывали меня И видели дело мое Сорок лет я был раздражаем Народом силы Сказал Этот народ Заблуждающееся сердце Они не познали Путей моих И посему я поклялся Во гневе моем Что они не войдут в покой Представьте себе Что для меня это было страшно Для человека Который жил во букве закона Ну Как любой другой местный Фарисей Да Для меня это было страшно Получалось Что я хочу попасть В Божье царство А не могу Потому что из-за грехов Отцов моих Которые ожесточали Бога В пустыне И испытывали его И не верили ему Я не могу войти В царство небесное Куда мне деваться Что мне делать Как мне выйти То есть получается Выхода нет Да Как у Высовского Есть только вход И то не то Я не понимал Что мне делать И иногда Вы знаете Нужно почитать Писание заодно наперёд Если мы с вами сейчас Перейдём к 93-му псалму Здесь есть Несколько очень важных Моментов Которые я вспомнил Когда Начал каяться Через три месяца Моих жёстких Споров с Богом Жёстких Так вот Первый момент Когда он мне напомнил Несколько вещей Несколько эпизодов Из моей жизни Когда я просто Остался жив Потому что Он был со мной А я ещё не был верующим Говорят Бог с грешниками не разговаривает Ещё как разговаривает Если бы не Господь Это раз 93-й псалом 17-й стих Если бы не Господь Был мне помощником Вскоре Вселилась бы душа моя В страну молчания Когда я говорил Колеблется нога моя Милость Твоя Господи поддерживала меня При умножении Скорби многих Сердце моё Утешения Твои Услаждали души мою А он скажет Одну свидетельств Нет, два Уже не одинаковые Вы знаете Такой есть город Тель-Авив В центре страны Слышали? Они говорили Что на Арии Всё лучше У нас там Не так часто Падали ракеты Но очень часто Взрывались Смерки Два раза За мою Жизнь Здесь в Израиле За пять минут До того Что-то происходило И мне нужно было Оставить то место В котором Взрывался Смертник Я не придавал этому значения Пока Бог Не указал мне на это Первый раз Это было На Визингов Если вы помните Когда между двумя Банками В центре Взорвался смертник На Пуре Это было Погибла куча детей Я пришёл Я тогда работал В охране Я там был За пять минут До взрыва Я был на этом месте Где он взорвался Я пришёл На следующий день Охранять магазин От которого остались Одни воины Я звался Он Денитон Если кто-то помнит Этот магазин Я когда посмотрел Что там было И когда Простите Если у кого-то Сейчас вызовут Эмоции То место где я стоял Была витрина На подъемную стоянку Когда оттуда Вытащили стекло Оттуда просто потекла кровь Я там стоял Меня Бог оттуда убил Через некоторое время Это было уже через десять лет После этого Были другие эпизоды Через десять лет Был взрыв На шубе Карме На нынке Карме Пять минут До этого Я разговаривал Когда Начальником отделов Кадров Я разговаривал С охранником Ресторана Который сидел На против Этого взрыва Я зашел к нему Поговорил с ним По поводу Я оттуда ушел За три минуты Потому что Я еще не с ним остался Там чай пить Там вкусный чай продавали Сказали нам бесплатно давай Ну кто-то мне позвонил И сказал Давай срочно Мы тебя ждем Поехали машину Нужно отгонять Я ухожу Через пять минут Там был взрыв Понятно Вы знаете Сразу все телефон отключают Дозвониться невозможно Когда он мне позвонил Я услышал голос Слава Богу он жив Окей Вот он Я пошел в машину садиться А он пошел В квартире И таким образом Остался жив Он сфотографировал У него тогда еще помните Телефоны были такие Ногие С разрешением 0,00 Мегапикселей Ничего не видно Он сфотографировал дверь Она была вся в осколках В то месте Где он сидел Потом Когда я пришел уже в Google Я понял что вот оно Если бы не Бог мне помощник Я бы давно уже с вами здесь не стоял Я понял что Бог действительно Вел меня к этому покаянию 20 лет Терпел меня Вел меня к этому покаянию Еще одно место писание 11 стих В этой же главе 93 Господь знает мысли человеческие Что они суеты Блажен человек Которого образумляешь Ты Господи И наставляешь Законом Твоим Чтобы дать ему покой В бедственные дни Доколе Нечестивый Вырвется Или Нечестивый Вырвется Яма Я когда читал эти слова Я понял Что я беспокоился Что я вообще за все это беспокоился Я сейчас понимаю Что нужно было умиротвориться Смириться с сердцем Чтобы мир пришел на сердце А так далее Мирничал по каждому поводу Знаете Приходят разные Привет Я по почте Кому-то Арнона Кому-то Хеврат Кошмар Если нас слушают за границей Это я говорю про муниципальную науку Электрическую Кому-то Газ Страшное дело А денег то нет А платить надо Начинаешь вот так Где надо пойти Надо туда Начинаешь суетиться И Бог говорит Что Писание говорит Что Бог знает наши Суетные мысли Надо перестать суетиться Когда мы перестанем суетиться И поймем Что Бог нам помощник Он только увидит нас на совершенно другие высоты Которые мы раньше не занимали Которые мы раньше не попадали И попасть сами не можем Дальше идем с вами Обратно Двигается 92-й псалм 91-й псалм 6 стих Как велики дела твои Господи Дивные и глубокие помышления твои Человек неосмысленный Не знает И невежда Не разумеет этого Когда мы приходим к Богу И начинаем смотреть просто на все Что происходит вокруг Мы начинаем понимать Что на самом деле Мы ничего не знаем Мы ничего не знаем Ты начинаешь понимать Слава Иисуса Без меня не можете делать ничего Потому что это Он Должен нас научить Он должен рассказать нам еще одну притчу Он должен разъяснить нам неразумным Что эта притча обозначает И какой урок мы должны из нее вынести Он поэтому говорит через апостола своих Вникай в себя И в учение Занимайся с ним Постоянно так спасешь Что ты себя и всех слушающих тебя Потому что если мы не будем в это вникать Мы никогда не постигнем людей Божьих Потому что они неисследимы Он постоянно творит что-то новое Он сам говорит Все творю все новое А Он постоянен и вне времени Так означает что у нас все время что-то новое в жизни Мы пытаемся своей проблемой сегодняшнего дня Решить своей логикой вчерашнего дня А не получается Нужно довериться Богу И тогда становится понятен смысл псалма 90 Который еще в народе называют «Старковка жизни» Я люблю читать его не в третьем лице, а в первом Мы не будем читать его весь, я просто приведу пример «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покойца» «Говорю Господу» «Не говорит Господу» «Говорю Господу» «Прибежище мое и защита мое, Бог мой, которого я уповаю» «Он избавит меня от святиловца и гибельной язвы» и так далее Я люблю читать его в первом лице Потому что Бог словом создал эту землю Он создал и нас по областному подобию Наше слово имеет силу Наши мысли материализуются Потому что все, что сказано, мы получим в ответ Потому что у Бога нет ни одного слова, которое вернется к нему учебно Он создал нас такими же Всякое слово, которое мы выдаем Мы получим за него Либо наказание, либо поощрение Потому что Писание говорит, что от слов своих человек осудится И от слов своих оправдается Поэтому, когда я провосглашаю такие вещи в свою жизнь Я начинаю по-другому понимать Бога Я начинаю усиленно смотреть, что дивные его дела А где его еще дивные? Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы пересмотрели свою жизнь И я не знаю, кто из вас здесь сколько лет вирующий Возможно, я слышу такое дело Гораздо дольше, чем я Я просто из своего недолгого опыта Господи, когда Бог использует меня В разных сферах И я даже представить себе могу В каких иногда Я в прославлении пел Андрей помнит На сцене В Дублецкому колледже Не потому что я хотел Потому что мне тогда Бог сказал Иди пой Я пошел петь Мы там все фальшивили Но пели А потом люди подходили Ой, вы знаете Господь приходил и касался меня Я там сидел и слушал В мониторе, как я фальшивлю А тебя Бог касался То есть Бог использует людей Знаете, Он говорит Он выбирает Избирает людей Чтобы сделать их достойными Он не выбирает достойных Чтобы сделать их избранными Мы все были недостойными Все Мы все были решены Славой Божией Но Он пришел просто в один день И сказал Все Все закончилось Вот моя кровь Которую вы будете пить Мое воспитание И вот мое тело Которое вы будете есть И тогда вы будете во мне И я в вас И только так Мы можем избавиться от всего Я призываю вас Может быть к покаянию За то, что мы не осознавали этого Не осознавали Мы не могли понять Что вообще в нашей жизни не так Сегодня мы сталкиваемся С разными проблемами Которые мешают нам продвигаться В работе В бизнесе В отношениях С друзьями С детьми Вы знаете Я полтора года назад Женился Господь дал мне Замечательную жену Подарок Господу У нее своих двое детей Подростков У кого есть дети и подростки? Классно, да? Послушные все Смиренные Самое лучшее Да То есть вот Если мы говорим о смирении Мы всегда подростков вспоминаем За полтора года Мы успели с ними Десять раз Переругаться Вы знаете Это не мне спасибо Не мне спасибо Это Бог Все это сделал Так получилось Что они Меня Называют папой Хотя я с ними Знаком С каждым из них Чуть больше двух лет И вы знаете У нас с ними не все гладко Не все гладко И когда я просто общаюсь Особенно с сыном Его зовут Давид Такое имя еще Человек по сердцу Божьему Знаете, боишься там Если что не так скажешь Потом Божья кара постигнет Я пытаюсь смотреть на все Что происходит Глазами Бога И Недавно Я перед ним покаялся Я говорю Послушай, я говорю Я возможно Неправильно тебя наставлял Возможно Я неправильно тебя учил Нет Ты такой класс Ты ипанат Остановись Я говорю Все услышал При всем при этом Здесь косячи Здесь косячи Здесь косячи Здесь косячи Здесь косячи Мне список больше Я говорю Давай так Открываем Писание И там написано что Божь тебя породил 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 Или не породил Создал Породус Создал А за твои грехи Кого он убил Само на себе Порывай так Чтоб ты просто понимал Я несу наказание За все что происходит Сам на себе Я буду с ним разбираться Просто чтоб ты знал Что-то произошло Что-то произошло Я не говорю Что он тут же исправился Стал ходить в церковь Стал там Самый лучший Верующий Нет Далеко еще до этого Он все еще Рассказывает мне Что веру навязать невозможно Это нормально Мне тоже не очень Было тяжело навязать веру Но что-то произошло А произошло это Когда мы с Таней Послышали его фразу Говорит Меня зовут Он профессиональный барабанщик Музыкант Меня зовут туда Меня зовут сюда Меня приглашают играть туда Выписывают такой альбом Сякой альбом Ну вместо того Чтоб ходить по улице Просто так Пусть лучше аргумы записывают Говорит нет Но я не хочу никуда Если я хочу Если я буду играть Я буду играть только в просправлении Значит что-то там произошло И это не я сделал И не Таня сделал Это Господь пришел И где-то его коснулся Поэтому Когда мы начнем с себя Исправлять себя Очищать свои пути Каяться в своих делах Обращать внимание на то Что у нас не так Начнет что-то происходить В нашей жизни И с нашими детьми Потому что детям Можно очень долго рассказывать Как себя вести Но вести они себя будут Так как видят в нас Потому что Иисус сказал Я ничего не делаю Не видя Отца Творящего Мы должны быть примером Для своих детей Мы должны как лидеры групп Быть примером для своих групп Как пастора Примерами для своей пасты Ну и вообще Как люди Во Христе Мы должны быть примерами Для братьев Которые покаялись вчера Иначе они не поймут Зачем их христианство Аминь Давайте мы Помолимся За то Чтобы дух покаяния Пришел в наши сердца Чтобы мы действительно Не искали Ну где же я такой грешник Нет Мы не грешники Мы давно уже оправданы Кроме Иисуса Христа Но просто У нас есть проблемы В нашей жизни Которые подходят И мы должны покаяться в том Что мы пытались Это решить самостоятельно И это Дух покорения Чтобы пришел И коснулся нас Чтобы мы начали искать Бога Для решения этих проблем Аминь Аминь Господь Я благодарю Тебя за этот вечер Благодарю Тебя за то Что Тебя Господь Призвал нас Войти в покой Твой И сегодня Это может быть пророческое действие Когда Каждый из нас Перейдя как войти В субботу Твою Господь Перейдя как войти В покой Твой Господь Чтобы пустить этот покой И мир В наши сердца Чтобы сердца наши Стали смиренными Чтобы Мы получили этот мир Господь И чтобы Ты дал нам благодать Потому что только смиренными Ты даешь благодать Господь Я прошу Тебя сейчас Во имя Иисуса Христа Отец Просто Пришли за Дух покаяния сейчас На сердце каждого человека Во имя Иисуса Христа Я прошу Тебя Господь Потому что сказал Что все что попросим Во имя Иисуса Ты все уже дал нам Господь В этом имени есть Великая сила Господь Перед этим именем Там написано В Твоем слове Преконится всякое колено Земное небесное Преисподнее Господь И этим именем Мы любое препятствие Разрушаем в нашей жизни Господь В великое имя Иисуса Христа Я провозглашаю сейчас В жизни каждого Господа Пусть этот Дух Покаяния придет И мы истанемся От суеты От некоторой непокорности Может быть Некоторого недоверия Господь Твоящихся мыслей Господь И станем Господь Твоими детьми По праву По наследию Нашего Господа Иисуса Христа Уподобимся Ему Господь Потому что Ты уже будешь Уподобить нас себе Господь Ты сказал в своем слове Что кого Ты Избрал Того оправдал Кого оправдал Того и проставил И уподобил Сыну Своему Единственному Господь Мы благодарим Тебя за это Дай нам этот Дух сейчас Господь Приди просто огнем Своем Сейчас на это место И выжги И всю эту гордыню Всю непокорность Всю непонимание Господь Просто дай нам доверие за Тебя И войти в Твой покой Сегодня В эту субботу Я сказал Никакого дела не делайте Ибо субботы они Твои Господь Мы посвящаем эту субботу Тебе Посвящаем эту субботу Раздумьями над тем Что в нашем сердце не так Господь Исследуй сердце наше Господь И зрение на вас на мой пути И направь нас на тот вечный Во имя Иисуса Христа Аминь Слава Богу